Вы только взгляните на этот томат. У многих садоводов-огородников начинается сразу паника, когда происходит вот такое. Также с огурцами бывают какие-то странности, вырастают вот такие. Но не стоит расстраиваться, досмотрев это видео до конца, мы решим проблему с томатами. И огурцы будут не лампочкой, а красивые, ровненькие. Кто-то любит огромные томаты, кто-то средние, а я в этом году сделал предпочтение на томаты черри. Посмотрите какие красивые они выросли, листья зеленые, плоды сочные, вскоре они будут красные и радовать меня отличным вкусом. Знакомый позвал меня сегодня в гости и показал, что с его томатами произошла беда. Июнь месяц был дождливый, где-то поленился, не обработал и вот результат, появилось в фитофторах. Начинающие садоводы не в курсе, что фитофтора это грибковое заболевание, которое поражает томаты. Она проявляется в виде темных пятен на листьях, стеблях и конечно же плодах. И если не принять меры, это заболевание может погубить весь урожай. Фитофтора распространяется через споры, друзья мои, которые могут переходить от зараженных растений или почвы. Споры хорошо развиваются в условиях повышенной влажности и конечно же умеренной температуры. Часто фитофтора появляется после длительных дождей, как у нас это было в июне месяце. Ну и конечно же из-за неправильного полива. Ну а теперь давайте приготовим раствор. Самый лучший раствор для борьбы с фитофторой. Готовится в домашних условиях. Не надо бежать в магазин покупать что-то дорогостоящее или препараты, которые нереально найти. Все просто и у каждого есть дома. Начинаем готовить. Итак, для приготовления раствора нам понадобится опрыскиватель. 9 литров теплой отстоявшейся воды. У меня там в ведре было. Здесь у меня литр молока. Ну и конечно же борная кислота. Ее понадобится всего лишь 1 грамм. Или пол чайной ложечки. Итак, начинаем готовить наш раствор для томатов от фитофтора. Итак, в наше ведро, в которое мы предварительно набрали 9 литров теплой отстоявшейся воды, мы добавляем всего лишь 1 грамм борной кислоты. Все это дело перемешиваем. Можно конечно нашу борную кислоту развести в отдельном стаканчике дома. И потом уже принести в наш огород и добавить в наше ведро с водой. Но я принес все на огород и здесь на месте все сразу делаю. Далее нам понадобится 1 литр любой жирности молока. Вот я сюда налил в эту банку литр молока. И теперь переливаю в наше ведро. Все тщательно перемешиваем. Еще сюда замечательно было бы добавить 8 капель йода. Но как назло, когда я начал готовить раствор, я обыскал всю свою аптечку, но йода так не обнаружил. Я как-то использовал такой раствор без йода. И он показал тоже отличный результат. Поэтому ничего страшного, если я обработаю сегодня этим раствором, не добавляя йод. Берем наш раствор, заливаем в опрыскиватель и проводим обработку томатов по листу. Ну а теперь переходим к этим огурцам. Как они выглядят? На что похожи? Правильно, огурцы выросли в форме лампочки. Как же это произошло? Что им не хватало? И как с этим бороться? Я вам сейчас быстро расскажу. Если правильно и вовремя обрабатывать огурчики, они вырастут вот такими. Ровные, красивые, сочные. Ну а если делать все неправильно, тогда получаются различные лампочки и прочие некрасивые огурцы. О чем это говорит? О том, что им не хватает каких-то веществ. А именно каких? Давайте я вам сейчас расскажу на примере вот этих огурчиков. Уверен, многие из вас замечали висящие на плетнях огурцы лампочки. Или как по-другому некоторые называют огурцы груши. Если говорить об ошибках в уходе, то самая главная основополагающая причина этого явления, это конечно же недостаток калия в почве. Огурцы очень требовательны к данному микроэлементу культура. Возможно вы не докормили их калием. В результате чего они и дали вам кривые плоды. Увидели, что у вас появляются такие огурцы. Теперь ваша самая главная задача, как можно быстрее исправить ситуацию. Все что можно сделать в этот момент, это восполнить недостаток калия. И конечно же надо еще раскислить почву. Самое лучшее средство для этих целей, конечно же настой золы. Почему зола? Рассказываю. Из нее калий усваивается растениями очень быстро. Также зола раскисляет грунт. Ну и конечно же это жидкое удобрение увлажняет почву. 300 грамм золы, это где-то пол литровая банка. Растворяем в ведре воды, настаиваем в день и поливаем растения. Такую подкормку лучше повторять один раз в 10 дней. До окончания плодоношения огурцов. Если все сделать вовремя, то есть шанс, что подрастающие огурчики успеют выпрямиться. И будут красивые, ровные, ну и конечно же вкусные. Если ваши огурцы вырастают в форме лампочки, не переживайте. Теперь вы знаете, что делать. Регулярное поливание, правильная подкормка, улучшение опыления и борьба с вредителями помогут вырастить здоровые и ровные плоды. Надеюсь, мои советы были полезны. Если у вас остались вопросы или есть собственные советы, пишите в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, дабы не пропускать новое интересное видео. Удачного всем урожая, здоровья и увидимся завтра. Пока, пока, пока.